Всем привет! Меня зовут Катя и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам расскажу о развитии ребенка в 3-4 месяца. И в общем-то вот он, виновник этого видео. Сейчас Максу 4,5 месяца и в принципе есть что вам рассказать. Итак, сейчас Макс уже очень хорошо все хватает, у него уже отлично развиты пальчики и он прекрасно хватает всякие игрушки и в общем-то все, что оказывается в зоне его ручки. Ему нравится все трогать и знаете, я его подношу например к цветам, он так тянет ручку, трогает, но не захватывает вот так вот мертвой хваткой цветок, а трогает аккуратненько, ему нравится, трогает разные предметы, разные поверхности. Также, когда папа ему играет на гитаре, Макс просто обожает держать ее за гриф, трогать, перебирать, вот эти вот крутить, вот эти вот штучки, которые настраивают гитару. В общем, пошел период активного познавания мира. Естественно, все, что можно сунуть в рот, в рот суется, ну потому что без этого никак, это естественно. У Макса начали резаться зубы. Это просто вообще потрясающее время, когда режутся зубы, он просто кричит, вот знаете, лежал-лежал, смеялся, был активный, довольный ребенок, а потом резко начинает голосить, вот просто как будто его режут. Потом так же резко все проходит. И опять же, вот как у взрослых растут зубы мудрости скачками, да, так и у него режутся зубы именно скачками, то есть вот неделю, например, болят-болят, я ему мажу дес, но он такой плаксивый, в плохом настроении, потом раз, и неделю вообще тихо, все хорошо, тишина, зубы не беспокоят абсолютно. То есть лезут тоже скачками, но я уже на самом деле мечтаю, чтобы хоть один вылез наконец-то, пока ничего нет. Сейчас Максу очень много смеется, очень много улыбается, как только видит знакомое лицо, он просто расплывается в улыбке. Я с утра склоняюсь над его кроваткой, когда он проснулся, говорю ему привет, доброе утро, он просто вот расплывается в улыбке, такой, вот знаете, самый счастливый в мире малыш. И он очень стал много разговаривать, он уже целые предложения строит на своем языке. И сейчас, если с ним первой заговорить, я имею в виду на его языке, то есть вот гласными буквами, он начинает отвечать, то есть раньше только я ему отвечала, он задавал тему разговора, сейчас я с ним начинаю заговаривать, и он тут же подхватывает, тут же отвечает, и ему вообще просто дико нравится, когда с ним разговаривают вот именно на его языке гласными. Продолжает смотреть в рот, повторять артикуляцию, я его сейчас активно учу показывать язык, он реально повторяет, показывает язык, в общем, в этом плане вообще все круто. Также любит, когда его подбрасывают и всячески вот, ну, делают какие-то прыжки с ним, или вот так вот я его быстро в разные стороны кручу, он просто начинает хохотать на весь дом, визжать от восторга. Кстати, про визг это тоже появилось, но сейчас прошло. В три месяца, по-моему, где-то в конце трех месяцев это появилось, он начал, вот лежит, лежит, играет, и просто вот от счастья, от радости визжит, вот так. А-а-а-а, просто визг, такой вот развук уши закладывает. Все, потом играет, играет дальше, потом раз вспомнит опять, а-а-а-а, и ему нравится, что он визжит, вот так вот, знаете, ну, проверяет свой голосовой аппарат, развивает его, поэтому я, в общем-то, это тоже поощряла, но это, конечно, был ультразвук. Потом раз, и все прошло, перестал так делать. Сейчас с ним уже классно можно заниматься, играть, и его можно отвлечь. Если он начинает там кукситься, плакать, ему показываешь игрушку или книжку, как-то его начинает с ним разговаривать, как-то его отвлекать, он мигом отвлекается и подхватывает разговор, увлекается игрушкой, и забывает плакать, и, в общем, вообще все отлично. Перевороты, освоенные уже и вправо, влево, и со спины, и на живот, и с живота, на спину уже вообще отлично переворачивается. Мы ему купили коврик, на котором он учится ползать именно на полу, например, на кухне плитка, и пол действительно очень холодный. А коврик, он такой плотный, и прям на нем классно ползать, он ему очень нравится, он яркий, его разглядывает, руками трогает, потому что он такой пупырчатый, и пытается ползти, и катается на нем. То есть мы с ним сидим, играем, вот буквально вчера, он раз так, тыр-тыр-тыр, и укатился на меня. А с перекатами это уже вообще на пятерку. Отталкивается ножками, вообще классно, если ему дать на ножки опору, он просто круто отталкивается и реально ползет, руками перебирает, прям класс. Если опоры для ножек нет, он пытается, он сучит ножками, он как-то на коленках пытается ползти, руками пытается подтянуться, если не получается, то начинает сердиться, злиться. То есть прям вот характер уже явно проявляет, если у него что-то не получается, он так начинает кряхтеть, вот прям видно, что сердится, как только вот ему, ну либо даешь игрушку, за которую он, например, тянулся, у него не получалось, либо даешь толчок на ножки, он проползает, все, сразу все хорошо, замечательный ребенок перестает злиться. Кстати, ползать вбок у него отлично получается, он как-то вот одной рукой отталкивается и, ну, вбок вот так вот вокруг своей оси, он уже вообще прекрасно может ползать, назад ползать получается, слушает мою речь, вот лежит спокойно, тихо смотрит на меня, слушает меня, ему нравится и улыбается мне вовсю, в общем-то, мама рядом, хотя я вот с ним напрямую сейчас не занимаюсь, но вот такое вот даже опосредованное общение, классно, ему в кайф, ему это нравится. Также он стал тянуть ручки, если он лежит, к нему подходишь, он прям вот так вот тянет ручки, машет руками, ногами и вот всем своим видом показывает, как я тебе рад, возьми меня на ручки. То есть он не всегда вот так протягивает руки, иногда он просто улыбается и продолжает там заниматься своими делами. А иногда он прям вот так вот тянет руки, мама или там папа, когда к нему подошел, возьми меня. Прямо это видно, раньше такого не было. Также в 4 месяца Макс активно начал пытаться сесть. Он просто хватает меня за пальцы и подтягивается на руках. И если его чуть-чуть потянуть, он просто вот садится, смотрит в разные стороны и радуется, хохочет, ему прям нравится, когда он садится. Но я поговорила с ортопедом, поговорила с терапевтом, они сказали, ни в коем случае сейчас сажать нельзя, пока он не садит сам. Если он сам подтягивается руками или вот сам как-то пытается присесть, тогда это все хорошо, все можно. Но самим его подтягивать нельзя. Но он прекрасно справляется и сам с этой задачей, когда он у меня сидит в своем стульчике на кухне, он цепляется вот за этот бортик, который, ну как бы вот не дает ему выпасть из стульчика. Он прекрасно к нему дотягивается руками, и вот так вот подтягивается и садится. Вообще отлично. Сидит он так недолго, потому что, видимо, руки устают, и спинка-то на нем такая, как люлька полулежачая. Но тем не менее. Так что думаю, наверное, скоро он сядет. Я, в принципе, почитала. Пишут, что как раз 5-6 месяцев дети и садятся. Ну и самое главное событие, которое у нас произошло, это мы ввели прикорм. В 4,5 месяца начала я с овощных пюре, потому что прочитала, что если первым не давать фруктовое пюре, то потом овощи ребенок может не захотеть, потому что фрукты, они же сладенькие, а овощи абсолютно безвкусные. Так вот, начала я с цветной капусты, и сейчас он у меня уже есть цветную капусту, брокколи и кабачок. Начала с одной ложечки, ну вот у меня специальная ложечка пиджин силиконовая, но она меньше кофейной ложечки. То есть вот с одной такой ложечки начинали, и сейчас прошло около двух недель с начала прикорма, и я даже боюсь сказать, сейчас он за полтора дня съедает целую баночку, то есть вот сколько там, 120, по-моему, грамм фрута няня. Открытая банка, она хранится сутки, я его кормлю, ему даю сколько он ест утром, в обед, и как бы на следующее утро получается. То есть вот за полтора дня целую баночку он у меня съедает. Я, если честно, искала много, долго, и потом мне это надоело, и я так и не нашла ни одной адекватной статьи, как правильно вводить прикорм. То есть все пишут, что да, начинать с одной ложки, на следующий день две, потом три, потом четыре, пять, это все и так понятно. Как вводить второй овощ? Также одну, две, три, четыре, пять, но он уже привык, например, есть 10 ложек, 20 ложек, а второй овощ вы даете всего одну ложку, этого мало, то есть он как бы, ну, просит еще. И, в общем, много я искала, много я думала, как вообще все это провернуть. В итоге посоветовалась со своей мамой, она мне сказала, что вообще с тобой никто не заморачивался. Вводили вот так вот постепенно, и когда ты уже съедала достаточно много, уже второй овощ, например, давали так же много, то есть сколько ребенок ест, столько и давали. Внимание захотел виновник видео тоже. В общем, я перестала париться по этому поводу, и уже второй овощ, то есть брокколи, я ему давала, сколько он ест. Кабачок также давала, сколько ест. А больше всего ему понравился кабачок, хотя, не знаю, кабачок был третьим овощем, который мы ввели, и, может быть, просто он уже как-то научился, наловчился, понял, что это такое, поэтому мне показалось, что он понравился больше всего. Сейчас снова ему даю баночку цветной капусты, то есть сейчас я чередую все овощи, и цветную капусту он тоже ест уже с удовольствием. Первую ложечку, конечно, было очень забавно наблюдать, забавно ему давать, он так кривился, но ни одной ложки он не выплюнул. Он покривился, так не понял, что ему дали. Ну, что такое? Но, тем не менее, все съел. На следующий день опять он вроде как покривился, но уже вспомнил и уже с большим удовольствием стал есть. Сейчас он уплетает просто только за ушами трещит, как видит, баночку с пюре сразу оживляется и открывает рот, когда я ему подношу ложку. В общем, все у нас прошло шикарно. После пюре врач сказала обязательно давать запивать грудным молочком. В общем-то, так я и делаю сейчас, так и живем. И думаю, что когда он начнет уже есть побольше, ну, например, съедать в день хотя бы целую одну баночку, я уже буду сама делать это пюре. Посмотрела состав, там, например, брокколи и вода, кабачок и вода. То есть, отварила эту брокколи в блендере с водичкой немножко и сам сделал это пюре. Это будет действительно гораздо дешевле, чем покупать баночки. Но пока он ест еще не очень много, баночки просто удобней, потому что самодельное пюре, оно тоже долго не хранится. Ну все, малыш уже активно требует моего внимания. Так что на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!